Всадники должны были появиться перед неприятелем, буквально вырасти из-под земли. К тому же спускать животных под землю довольно проблематично. Поэтому подземный город начинается с конюшней. Вот здесь насыпали корм, здесь их привязывали. А дальше мы увидим семь этажей хорошо организованной и логично выстроенной жизни. На первый взгляд план построения города кажется очень запутанным и хаотичным. На самом деле все сделано с большой точностью и мастерством. Первым строился воздуховод. Он делался вертикальным, а от него по горизонтали шли ходы на этажи. Вот он, посмотрите. В Каппадоке обнаружено множество подземных городов. Мы с вами находимся в одном из самых крупных. Он уходит на глубину на 85 метров, построен по спирали. И очень сложно организован. Казалось бы, в подземном городе должно быть очень тихо. Но вы слышите, какой здесь гул? Потому что сейчас по этим переходам ходят около сотни туристов. Можно себе представить, как это все звучало, когда здесь жило около 10 тысяч человек. Подземный город выдолблен из туфы из вулканической породы. Для того, чтобы сделать такой коридор, как этот, необходимо было 9 лет. Но когда туф не тронут, он мягкий. Он становится очень твердым только при соприкосновении с воздухом. А руководящий состав города, старейшины, находились в изолированной части. Здесь. Это и зал заседаний, и миссионерская школа. Вот там сидел проповедник. Оттуда его голос звучал особенно величественно. В случае опасности горожане бежали вниз, к потайному туннелю. Он очень длинный, 9 километров, и вел к другому потайному городу. Об опасности старейшие узнавали первыми. Для этого они придумали первую в мире вертушку, телефон. Это труба, вон она. По ней сообщали, что же происходит на поверхности. А для того, чтобы быстро спрятаться, здесь была самая важная. Потайная дверь. Они знали только избранных. Тайный выход. Он закрыт камнем. Причем сдвинуть этот камень можно только изнутри. Но куда ведет этот туннель, до сих пор неизвестно. Причем до сих пор. Продолжение следует...